В тихом море играют дельфины, и в мирном устроении духа возникает боголепное помышление. Десять. Долготерпеливый монах – тихий источник, всем доставляющий приятное питье. А ум гневливого всегда возмущен и не дает воды жаждущему, если же и дает, то мутную и негодную. У гневливого и глаза мутны и кровавы, и обличают возмущение сердца, а лицо долготерпеливого спокойно, глаза благосклонны и смотрят прямо. Кротость мужа поминается у Бога, Пс. 31.1, и душа негневливой делается храмом Святого Духа. Христос преклоняет главу в долготерпеливом духе, и умеренный ум бывает обителью Святой Троицы. Лисицы живут в душе злопамятной, и звери укрываются в возмущенном сердце. 15.1. Честный муж избегает срамного пристанища, и Бог злопамятного сердца. Воду возмущает упавший камень, и сердце мужа худое слово. Удали гневливые помыслы из души своей, и не давай раздражению водворяться в сердце твоем, и не будешь ты возмущаем во время молитвы. Как дым, отплеющий соломы, обеспокоивает глаза, так и памят о злобе, ум во время молитвы. Помыслы гневливого ехиднины порождения, не дают породившее их сердце. 20.2. Молитва раздраженного, мерзостное курение, салмопение гневливого, неприятный звук. 21.2. Дар злопамятного червивая жертва, и да не приближается он к очистительным алтарям. 22.3. Возмущенные сны видит раздраженные, и нападения зверей мечтаются гневливым. 23.4. Муж долготерпеливый видит в видении соборы святых ангелов, и непамят о злобе упражняется в духовных словесах, ночью приемля разрешения тайн. 24.5. Когда демоны увидят, что не воспоминились мы в самом пылу оскорбления, тогда, направь в безмолвии, стараются возбудить владычественное в нас ум, чтобы заочно восстали мы против тех, с которыми соблюли мир, когда они были с нами лицом к лицу. 25. Когда мирно кончится у тебя с братом, спор или размолвка по случаю какого-либо неудовольствия, себя самого почитай погрешившим, чтобы на безмолвии в сердце своем не найти тебе борьбы помыслов, из которых одни, выставляя ничтожность оскорбления, будут укорять, что не стоило и останавливаться на нем, а другие, выставляя важность его, будут внушать сожаление, что за него не отплачено таким же оскорблением. 26. Когда сильное раздражение приогорчит каких-либо братьев в общежитии, тогда помысл начинает ублажать пред ними живущих в уединении, чтобы как лишили братья благодушного терпения, так удалить их и от поприща любви. 27. Кто отражает от себя гнев благодушным терпением и огорчение любовью, тот отражает двух зверей злых, гнева борных двумя доблестями. 28. Колено преклонного, умоляющего, огорчившего прекратить гнев, зараз обоих отводит от раздражения. 29. Кто примеряет гневающихся, тот побеждает самый дух гнева. 30. Кто ради мира терпит сердитого, тот воистину есть сын мира. 30. Приуготовь себя быть кротким и браннолюбивым. 30. Кротким с людьми и браннолюбивым с врагом нашим, 31. Ибо в том и состоит естественное употребление гнева, 31. Чтобы враждебно противоборствовать змею древнему. 31. В том и состоит кротость кроткого, чтобы по любви быть великодушным к брату и вести брань с гневным против него помыслом. 32. Кроткий да будет и браннолюбив, не распространяя кротости на злохитрые помыслы и не распространяя брани на ближних по естеству, 32. Не обращая естественного употребления гнева в противоестественное, то есть не гневаясь на брата, уподавляясь змею, 33. И не сослагаясь с злобными помыслами, братаясь с этим змеем. 35. Кроткий, если потерпит, что и оскорбительное, не оставляет любви, но ради ее все покрывает, милосердствует и все терпит. 36. Если дело любви долго терпеть, то гневом воевать против брата не дело любви. 37. Гнев возбуждает огорчение и неприязнь, а любовь все их три прогоняет. 38. Если твердо имеешь основания в любви, то их более внимай, то ей, нежели тому, что оскорбляет тебя. 39. Стижавший добродетель любви пленяет страсти, свойственные недобрым. 40. Имеющий от Святой Троицы эти три добродетели, веру, надежду и любовь, 40. Будет трехстенным градом, укрепленным, как бойницами, башнями добродетелей. 41. Кто уязвляется злоречием других, не относя его к дьяволу, как источнику, тот еще более поощряет врага уготовлять на себя стрелы, тем, что душа его падает, уязвляема, будучи таким злоречием. 41. Терпя самое великое злословие или тяжкую обиду, не будь злопамятен, но благословляй. 42. Кто памятозлобствует на демонов, тот не злопамятен на людей, но тот с демонами состоит в мире, кто памятозлобствует на брата. 43. Гнев и ненависть, пожар сердца, а души незлопамятны, хорошаются росою духовною. 45. Огненные угли отбрасывают от себя искры, так и злопамятные души извергают из себя злобные помыслы. 46. Как укушение скорпиона производит самую жестокую боль, так и злопамятная душа держит в себе самый горький яд. 47. Поносимый Давид ничего не говорил против, но остановил даже и мстительность овесы. 48. И ты, подвергаясь поношению, не только не воздавай поношением, но укроти и того, кто бы стал отомщать за тебя. 49. Переноси терпеливо поношение, и губами заключай дверь гневу. 50. В этом для тебя приспияние. 50. Вовсе ничего не отвечай угрожающим, чтобы молчанием заградить уста, дышащие пламенем. 50. Наложив узду на челюсти свои, ты причинишь чувствительнейшую боль угрожателям и поносителям своим. 51. Ты молча не будешь поглощен поношением, а поноситель твой сильно уязвлен будет твоим молчанием, видя, как великодушно переносишь ты его дерзость. 51. Д. О печали. 1. О печаленном монах не знает духовного наслаждения. 52. Печаль же есть унылость души и бывает следствием гневных помыслов. 53. Ибо гнев желает отмщения. 54. Неуспех в отмщении порождает печаль. 55. Печаль, если львиная пасть, и легко поглощает опечаленного. 56. Печаль, если червь сердца, и изъедает родившую его мать. 56. Мучится матерь, рождая чадо, а когда родит, освобождается от мучения. 57. Но от печали во время рождения великую производит боль, и по рождению не меньшую мучит болью. 58. Опечаленный монах не знает духовной радости, как вкуса в медуз, рождущий сильной горячкой. 6. Опечаленный монах не подвигнет ум к созерцанию и никогда не вошлет чистой молитвы, ибо печаль всему доброму полагает препону. 57. Узы на ногах – помехи скорому шествию, а печаль – препоносозерцанию. 58. Плененный варварами заковывается в железо, а пленник страстей связывается печалью. 59. Не имеет силы печаль, когда нет других страстей, как и узы не вяжут, когда нет связующих. 60. Связанный печалью побежден страстями, и в обличении своего поражения носит узы, 60. Потому что печаль бывает следствием неудовлетворения самолюбивого пожелания, а пожелание такое сопряжено со всякой страстью. 61. Кто победил пожелание, тот победил страсти, а кто победил страсти, тем не овладеет печаль. 62. Не печалится воздержанный, что не достал в снеге, 63. Целомудренный, что не улучил срамного непотребства, 64. Негневливый, что не удалось отомстить, 64. Смиренно мудрый, что лишен человеческой почести, 65. Нелюбо стяжательный, что потерпел неудачу. 65. Они совершенно погасили в себе все такие пожелания. 66. Почему и не испытывают печали? 67. Ибо бесстрастного не уязвляет печаль, как одетого в броню не пронзает стрела. 68. Воину доставляет безопасность щит, городу стена. 69. Но большую щита и стены доставляет монаху безопасность бесстрастия. 69. Ибо щит нередко пробивает стремительно летящая стрела. 70. И стена разоряется множеством воителей. 71. А бесстрастия не одолеет печаль. 71. Одолевший страсти, одолел печаль. 72. А побеждаемый страстную сластью не избежит ее уз. 73. Кто часто печалится и приписывает себе бесстрастие, 74. Тот подобен больному, притворяющемуся здоровым. 74. Ибо как больной виден под свету лица, так страстного изобличает печаль. 75. Любящий мир много имеет печали, а презирающий все, что в мире, всегда весел. 75. Любостяжательный, понесший утрату, горько печалится, а презревший имущество беспечален. 76. Славолюбивый печалится, когда терпит бесчестие, а смиренно-мудрый принимает его как сотоварищи. 77. Плавильная печь очищает неочищенное серебро, а печаль по Богу сердце, сущее в грехах. 77. Частое плавление убавляет свинец, и мерзкая печаль ослабляет ум. 78. Темнота уменьшает энергию глаз, и печаль притупляет созерцательность ума. 79. В глубину воды не проходит солнечный свет, и сердца в печали не озаревают светлое созерцание ума. 80. Всякому человеку приятен солнечный восход, но и их, им не услаждается печальная душа. 80. Болезнь желтуха пресекает действие вкуса, и печаль отъемлит чувство у души. 85. Кто презирает мирские удовольствия, того не потревожат печальные помыслы. 85. Когда соединишь союз мира, сущую в тебе Троицу, то есть Дух, Душу и Тело, тогда, как объединившийся в себе по заповеди Божественной Троицы, услышишь, блаженно миротворца, ибо они сынами Божьими нарекутся. 86. Велик сей союз мира, потому что с ним соединяется и радость, просвещающая мысленный око к созерцанию высших благ. 86. Если приобретем миротворную в тяжелых обстоятельствах радость, то легко будем с благодарением отражать ее находящие при скорбности, 87. И не допускать в себя рыкающего демона печали, который, ища поглотить душу, наиболее нападает на нее в скорбях, уготовляя место и духу уныния, 87. Чтобы вдвоем сильнее омрачить душу и погубить труды ее. 87. Да будет для нас законом в сердце написанным, радость мира и печаль прогоняющая, и гнев погашающая, и ненависть отражающая, и мстительность уничтожающая, и уныние рассеивающая, и скорбь в радость притворяющая. 88. Укрываясь в мирном благодушии, радость это есть море добродетелей, крестом потопляющий сопротивное дьявольское полщище. 89. Разумеет то, что бывает противная и ей радость, смутная, и обманувшись тени, не прими одну за другую, потому что демоны подделываются и под духовные дарования, чтобы, введя ум заблуждения призракам, довезть его до помешательства. 89. Духовная радость проходит без всякой внешней причины, находя для себя превыспреннего вождя в печали по Богу. 89. Печаль по Богу слезами обновляет душу, вселяет заботливо попечения приближающейся смерти и суде, и мало-помалу научает ожидать их с желанием. 90. Не исполнившиеся желания произращают печали, а молитва и благодарение заставляют их завянуть. 91. Между гневающимися движется посредствующая печаль. Если тот, кто из них отрезвится первым, восстанет от страсти и подаст другому руку извинением, то он прогонит горькую печаль. 35. Печаль бывает болезнью души и тела. Душу берет она пленнице, а плоть иссушает, оставляя на месте. Печаль рождается от того, что противно – беды, скорби, огорчения. От печали же происходит мрачное расположение духа. Как говорится, он не в духе. А от них обоих поражается бессмысленная брончивость, ворчание на все. 37. Если хочешь подавить печаль с мрачным расположением духа, то обыми, благодушную любовь, и облекись в радость не злобивую. 38. В скорбях наиболее будь благодарен, потому что через них яснее ощущается благодать заступление. 39. Так, благодарением прогоняя печаль от постигающих тебя скорбей, не омрачишь ты блистательной красоты мужественного благодушия. 40. Е. Об унынии. 41. Первое. Уныние есть изнеможение души, а душа в изнеможении, не имея того, что ей свойственно по естеству, не устаивает мужественно и против искушений. 41. Что пища для здорового тела, то искушение для мужественной души. 42. Северный ветер питает произрастения, а искушение укрепляет терпеливость души. 43. Безводное облако уносится ветром, а не имеющий терпения ум – духом уныния. 44. Весенняя роса прибавляет роста полевому плоду, а духовное слово возвышает устроение души. 45. Дух уныния гонит монаха из жилища его, а кто имеет терпение, тот всегда пребывает в безмолвии. 45. Унылый выставляет предлог к выходу вовне, посещение больных, на деле же имеет при всем свою цель. 46. Монах в унынии скор на служении считает заповеди удовлетворения через то свое желание своего. 47. Легкий ветерок наклоняет слабое растение, и мысль о странствовании легко увлекает унылого. 47. Хорошо утвердившееся дерево не преклоняется от напора ветров, и уныние не поражает окрепшие души. 48. Бродящий монах и сохшая пустынная ветка немного посидит в теле и опять несется, не ехать и куда-нибудь. 48. Переносимое с места на место растение не приносит плода, и бродящий монах не приносит плода добродетели. 49. Больной недовольствуется одной пищей, и монах унылый одним делом. 50. Сластолюбца недовольна одной жены, и монаху в унынии недостаточно одной кельи. 51. Глаз унылого непрестанно обращается на дверь, и мысли его мечтает о посетителях. 52. Скрипнула дверь, и он вскакивает. Послышался голос, и он выглядывает в окно, и не отходит от него, пока не соскучит. 53. Унылый, читая книгу, часто зевает и клонится ко сну, потирает лицо, тянется, поднимая руки, и, отворотив глаза от книги, пристально смотрит на стену. 54. Обратившись опять, книги почитает немного, переворачивая листы, любопытствует видеть конец слова, считает страницы, делает выкладку о числе целых листов, охлаждает почерки, украшения, и, наконец, согнув книгу, кладет под голову и засыпает сном. 55. Не очень глубоким, потому что голод начинает уже тревожить его душу и заставляет позаботиться и о себе. 56. Монах унылый, ленив к молитве, и никогда не выговаривает молитвенных речений. 57. Как больной не выносит тяжелого бремени, так унылый не состоянет тщательно исполнить Божьи дела, ибо у того телесные силы в расстройстве, а у этого не стало сил душевных. 58. От уныния врачует терпеливость и то, чтобы делать свое дело, несмотря на недостаток охоты, со всяким самопринуждением и страха Божия. 59. Во всяком деле определи себе меру и не оставляй его прежде, чем кончишь. 60. Также молись разумно и усиленно, и дух уныния бежит от тебя. 61. Во всяких трудах твоих да предводительствует всем мужественное терпение, потому что против тебя всей злобою ополченным стоит уныние, и, наблюдая за твоими трудами, пытает их все. 61. Если найдет, что какой-нибудь из них не укреплен терпением, то делает его несносно тяжелым. 62. Когда во время службы Божией нападет на тебя дух уныния, то она шепта в душе, что псалмопение обременительно, усердие же к нему противоборницей выставив леность, внушает ускорить псалмопение, чтобы дать плоти отдых, потому что она будто по какой-то причине очень утомлена. 63. Когда бываем на бдении ночью, не будем во время службы садиться по унынию, а то придут демоны, и, собрав плевел и помыслов, сеет их тотчас в сердце. 64. Проснувшись прежде службы, предзаймем сердце помыслами светлыми, чтобы, настроившись ими, сбодренные мысли могли мы стоять потом на псалмопении. 25. Как внешне наш человек работает своими руками, чтобы не обременять других, так и внутренне пусть работает своей рабочей, чтобы не попустить уму обремениться помыслами. 26. Помыслы же тогда задают свою работу душе, когда захватят ее праздное от помышлений «Я же по Богу». 27. Возделывай как рукоделие из человеколюбия, так и мысленную силу из любомудрия, чтобы первое служило к пропитанию странных и к попалению или совершенному прогнанию лености, а другое было вождем к созерцанию и совершенному ощущению ума от помыслов. 27. Не будем переноситься с места на место, но лучше покорпим в безмолвии над трудами, потому что от лености и праздности помыслы берут над нами силу. 28. Когда помысл заставит нас перейти на то место, которое прежде своими внушениями расположили нас полюбить, тогда заставляет раскаиваться в этом, чтобы сделать нас во всем непостоянными и бесплодными. 29. Перемена места пусть предприемлется в видах жития более духовного, а не в видах жития более покойного. 30. Терпение, благодушие и любовь благодарны и в скорбях, а уныние, льготность и самолюбие радуются покойной жизни. 31. Ж. От тщеславии. 1. Тщеславие есть неразумная страсть и удобно примешивается ко всякому делу добродетели. 31. Сливается и делается невидимая черта, проведенная на воде, и труд добродетелей в душе тщеславной. 32. Белая рука, скрытая в недре, и скрываемое дело сияет в блистательнее света. 33. Плющ обивается около дерева, и когда достигнет вершины, сушит корень, а тщеславие прививается, прирастает к добродетелям и не отстает от них, пока не отъимет от них всего значения. 34. Гроздь винограда до земли, спустившаяся или прилегшей к земле, легко загнивает. Гибнет и добродетель к от тщеславию прильнувшая. 35. Тщеславный монах, бесплатный работник, несет труд, а награды не получит. 36. Дырявый мешок не сохраняет в себе того, что вложено, и тщеславие губит мзду добродетелей. 37. В воздержании тщеславного дым из печи, и то, и другое рассеивается в воздухе. 38. Ветер заметает плед человека, и тщеславие в ничто обращает милостыню. 39. Камень, как сильно не брось его, не достигает до неба, и молитва человекоугодника не взойдет на небо. 41. В тщеславии есть подводный камень, если об него ударишься, погубишь груз. 41. Муж благоразумный скрывает сокровища, а благомысленный монах – труды добродетели. 41. На стогнах молиться советует тщеславие, но воюющие тщеславие молятся в клете своей. 42. Человек безрассудный всенародно объявляет о своем богатстве, и многих возбуждает к злоумышлению против себя. 42. А ты, идя путем, где есть разбойники, скрывай, что имеешь, пока не придешь в город мира, и там не начнешь безопасно пользоваться своим добром. 43. Добродетель тщеславного жертва сокрушенная, каковой жертвы не следует приносить на алтарь Божий. 43. Левитам 22, 22. Уныние расслабляет душевную силу, а тщеславие болезненного делает здоровым. 44. Старика более сильным, чем юноша, если только много свидетелей того, что делается. 45. Тогда легкие посты, бдения и молитва, потому что похвала многих возбуждает усердие. 45. Не продавай трудов за славу человеческую, и не отдавай будущей славы за похвалу, ничего не стоящую. 46. Ибо слава человеческая обращается в прах, и молва ее замирает на земле, а слава добродетели пребывает вовеки. 47. Истинный добродетель не ищет людской похвалы и не услаждается почестью этой матерью зол. 48. Начало почести человеку угодие, а конец ее гордость. 49. Домогающейся почести сам в себе высится, и таковой не имеет переносить уничижение. 50. Да будет для тебя честью труд в добродетелях, а бесчестием похвала взысканная. 51. Не ищи славы от плоти, ты, возревновавший, отрешиться от страстей плоти, но взыскуй лучшего, и это будет тебе славу. 51. Желающий быть в почете завидует тому, кто перевосходит его славою, присоединяя к всему завидованию еще и ненависть. 52. Побежденный сильным желанием почета, не терпит, чтобы кто-либо был ему предпочтен, но себе восхищает первенство, чтобы не показаться низшим кого-либо. 52. Не терпит он, чтобы того, кто превосходит его, чтили и в отсутствии его, и славу трудов его представляет обыкновенно ничего не значащее. 53. Поношение для славолюбивого – жесточайшая рана, и не может он избежать ненависти к поносителю. 54. Славолюбивый в рабстве у жестокой госпожи, и перепродается многим деспотам, превозношение, зависть, ревность и всем толпам духов. 55. А кто дух очистолюбия поражает смирением, тот прогоняет целый полк демонов. 56. Кто со смирением делает себя рабом всякого, тот уподобляется смирившему себя и приявшему зрак раба. 57. Если семя самого меряешь малой мерою, то не будешь мериться с другими. 57. Кто слезами обнаруживает душевную немощь, тот не будет высоко думать о трудах своих. 58. Демоны нередко наводят на смиренно мудрых унижения и поношения, чтобы, не стерпя незаслуженного презрения, 59. Оставили они смиренно мудрее. 59. Но кто в смирении мужественно переносит бесчестие, тот этим самым возносится более на высоту любомудрее. 60. Изгони из внутрь даже и мысль о похвале человеческой, чтобы через то отразить любопоказательный помысл тщеславия еще прежде порождения его. 61. Когда, противоборствуя причинам страстей, препобедишь их, не дозволяя величать тебя лукавому помыслу, чтобы, поверив ему, не впасть тебе в прелесть. 62. Но старайся лучше увидеть недостатки в том, над чем потрудился, чтобы приспияние твое не было окрадено внутренними врагами. 63. Иные, быв восхвалены за приспияние, со временем вознеродели, отчего и похвала мимо прошла, и труды пропали. 35. Второй том «Добротолюбие», страница 262. Нил Синайский, от тщеславия. Иные, ожистев от надмения своими делами, возмечтали о себе, как о великих. Между тем совесть более и более оструплялась, болезнь хвалолюбия усиливалась, и помыслы, отвратив взор души от ее язвы, под прикрытием похвал, расхитились все труды их. 36. Когда приносишь усердное покаяние в грехах, тогда демоны, возвеличивая твои покаянные подвиги, умоляют грехи и нередко прикрывают их забвением, или наводят на мысль, что они прощены. 37. Чтобы ослабив труды, не почитал ты более нужным горько оплакивать свои падения. 38. Самое острое оружие у змея древнего есть тщеславие, побивающее плоды всех трудов наших. 39. Но кто устрояет предварительно противоположный ему маневр тайного доброделания, тот близок к тому, чтобы снесть голову самого дьявола. 40. Ароматы подвижнических трудов своих скрывай под печатью молчания, чтобы, быв выставлены наружу языком, не были они расхищены славою. 40. Скрывай язык свой в деятельном прохождении подвижничества, то есть вместо языка пусть говорят подвиги, ибо в таком случае молча будешь иметь свидетелями о жизни твоей достойных веры сожителей своих труды. 40. О ком свидетельствуют какие-либо наличные труды, тому нет нужды свидетельствовать о себе языком своим. 40. Иные сложить в себя тяготу трудов, леность свою стараются прикрыть делами прошлого времени. 41. Неуверенно и неубедительно представляя, как очевидных свидетелей, дела, не находящиеся на лицо. 41. Как скрываешь от людей грехи свои, так скрывай от них и труды свои. 42. Ты стыдишься открывать о срамных делах твоих, чтобы не подвергнуться поношению и уничижению, что полезно было бы для души твоей. 42. Бойся показывать и труды свои, чтобы грех человеколюбия не принес пагубу душе твоей. 42. Если одному Богу открываешь постыдное падение, то не открывай людям своих противоборствий тех, чтобы не сочли их увенчанием победы. 42. Некоторые, ославившись в народе дурным поведением, облекаются в жизнь честную, не для того, чтобы греховное падение свое оплакать в подвижнических трудах, 43. Но чтобы заглушить укоризненную о себе молву. 43. Но если кто для одного имени только касается дел благочестия, то он работает не Богу, а людям. 43. Отличающийся в подвижнической жизни бледностью лица, да отревает от себя людскую похвалу прежде, чем она придет. 44. То есть когда еще до встречи с людьми враг влагает помысл хвалолюбны. 44. Когда проведешь много времени, воздерживаясь от вина, или и прочих излишеств, тогда помыслы с похвалой, высчитывая время, станут внушать тебе мысль ослабить труды ради тела. 45. Этим злонамеренным высчислителям говори напротив все, что может служить к неиспровержению их умысла. 45. Так один из братьев, восхваляемый внутренними помыслами за труды свои в борьбе против демонов, говорил словами псалма, «Да возвратятся точно стыдящиеся глаголющее мне благо же, благо же». 45. Не наряжайся в красивые одежды, чтобы явственнейше не облечься тебе в демона тщеславие. 46. Ибо не красота одежд указывает, что ты носишь одежду добродетелей, но подвижнические труды, как золотые украшения, свидетельствуют о красоте одеяния души твоей. 47. Кто после опыта в деятельной и созерцательной жизни намощает неопытных искусством различать помыслы, тому надлежит самостоятельность.